Здравствуйте, меня зовут Анна Ганшина, я преподаватель Санкт-Петербургской школы телевидения. Сегодня мы снова поговорим о том, что такое логлайн. Логлайн – это для нас новое и модное понятие, но оно полезное. Судя по всему, это логика лайн, логическая линия, некая последовательность истории. Русского аналога нет, можно, наверное, вспомнить такое слово, как анекдот. Анекдот не в смысле смешной анекдот, а анекдот – это необычно удивительная история, короткая, коротко рассказанная. Итак, логлайн – это краткое описание фильма, обычно говорят, что это 25-26 слов, 2-3 предложения. Это примерно так, как мы рассказываем друг другу, выходя из кинотеатра, о чем это был фильм. Ну, жил был кто-то и так далее и тому подобное. Для чего он нужен? Ну, во-первых, для того, чтобы автор сам понимал, о чем он пишет. Потому что, если он написал 120 страниц и не может коротко объяснить, о чем эта история, то вряд ли его поймут другие люди, в том числе режиссеры, продюсеры и так далее. Вот. То есть, а для того, чтобы сформулировать вот такую краткую экономную мысль, вот Макис сказал, что нужно выбросить 99,9% всей информации, оставить только ключевую. Вот давайте посмотрим на каком-нибудь простом и, может быть, забавном примере. Вот такой фильм, как «Бриллиантовая рука», да, всем известный классический советская комедия. О чем этот фильм, да? В «Бриллиантовая рука» должна быть информация о том, кто герой, что случилось, кто ему противостоит и какую цель он преследует. Итак, кто у нас герой? Это обычный советский человек, Семен Семенович Горбунков, недотепый подкаблучник. Что произошло? Он поехал в зарубежный круиз, там шел по улице и упал. Но упал не в том месте и не в то время, и в результате в гипс на его руке по ошибке положили контрабандные бриллианты. Кто ему противостоит? Когда он вернулся домой, то он пошел в родную милицию и стал живой приманкой для советских контрабандистов, которые пытались эти бриллианты извлечь. Вот и весь, по сути, логлайн, но зато мы абсолютно четко представляем, кто там действует. В логлайне, кстати, не пишется финал, как бы не раскрывается, ну, как бы остается такая интрига. И надо еще отличать вот это вот описание краткой истории, сам анекдот от темы фильма. А тема фильма «Бриллиантовая рука» – это история о том, как простак становится героем. И в фильме тема заявлена. Ее говорит милиционер, который в роли таксиста там выступает. Он говорит, каждый из нас способен на многое, но не каждый из нас знает, на что он способен. Мы видим, что сама история, да, и логлайны темы фильма, они как бы об одном и том же, но совершенно по-разному. Это нужно отличать. Вот. Ну и в завершение короткий анекдот мне рассказал товарищ, что голливудский редактор приходит пьяный домой, вваливается в коридор, и его встречает разгиренная жена. Она начинает говорить, о, боже, за что мне такое наказание? Он опять пьян. Говорил мне, мама, выходи замуж за стоматолога, почему я так несчастлива? И так далее, и тому подобное. Пьяный редактор смотрит на нее, слушает ее, говорит, слушай, я совершенно ничего не понимаю, давай логлайд, пожалуйста. Продолжение следует...